В общем, забрал я из книжного книгу, которую очень давно ждал, классическая мифология. Слушайте, я даже не думал, что она такая огромная, да? Так, сейчас сравним с журналами. Да, смотрите, почти она как журнал огромный. Вот, да? Вот. Получается журнал 20 на 30, да? Офигеть, я думал, она такая скромненькая, малюсенькая. Классическая мифология от А до Я. Энциклопедия богов, богинь, героев и героинь. Огромная, так она еще и толстая. Меня это, конечно, пугает. Нет, конечно, я это все прочитаю, но... Да. Причем она мне досталась с учетом... Я ее приобретал в Читай-городе, да? Бук-24 с учетом всяких скидок. Она вообще досталась, ну, вообще за небольшие деньги. Вот. Здесь, а, ну, слушайте, в принципе, здесь шрифт, по-моему, не такой уж и... Не такой уж и крупный, да? Разреженный. В общем, как я люблю. Я люблю, чтобы было много картинок. Просто сейчас потихоньку изучаю аналитическую психологию Юнга через две группы. Одна группа посвящена снам, а другая медленному чтению Юнга. И вот мы так или иначе затрагиваем мифы. Ну, в принципе, вся психология Юнга, она построена на мифах. И... А то, да, архетипы, мифы. И поэтому... Очень часто ведущая затрагивает Стелла Гусарова тему мифов. И я чувствую себя каким-то немножечко непонимающим. Поэтому я решил приобрести эту книгу, чтобы... Чтобы... Просветиться, да? Чтобы обучаться. Она большая. Сколько здесь страниц? Она огромная. 395 страниц. Да нет, не такая уж и она и большая. Тем более шрифт разреженный. В общем, буду понемножечку изучать. Интересно. Очень интересно. Поэтому всем любителям мифов и Карла Юнга прям, наверное, посвящается, да? А, так, так, так. Это яркую картинку хочу показать. О, красота какая. В общем, буду изучать. Такая вот красота.